Приветствую вас и давайте мы с вами наверху разделим ваш вопрос на несколько частей, то есть маленьких, небольших частей. Первая часть, она будет посвящена такой узконаправленной рекомендации, то есть я полагаю, если вы преследуете цель именно успокоиться, то есть ну просто вот успокоиться, не переживать, меньше об этом думать, в общем не нервничать. То здесь вам помогут техники релаксации, дыхания и так далее. Работа диафрагмой тоже хорошо в этом вопросе помогает. То есть тут вот такая история. Также я полагаю, что если вы чего-то боитесь, именно вот боитесь, если есть именно страх чего-то, то в рамках вот того, о чем я говорю, да, можно предложить вам, значит, подумать так. Итак, вот если вы боитесь чего-то, то что это, то есть чего именно вы боитесь, чего именно вы опасаетесь. А если это произойдет, то насколько это страшно для вас? И если это произойдет все-таки, то что вы будете делать? То есть, да, то есть каковы будут ваши действия, вот, попробуйте подумать об этом, попробуйте подумать на эти темы. Я полагаю, что если вы хотите вот именно таких советов, чисто на расслабление, да, то это вот нормальная школа. Теперь давайте перейдем к более детальному анализу того, что вы написали. Значит, значит, есть некая девушка, которая угрожала семье молодого человека. Она угрожала его семье, значит, ну, шантажируя, да, молодого человека, чтобы он был с ней. Молодой человек, в общем-то, не поддался, да, и проявил себя вроде бы довольно хорошо, то есть, ну, жестко ее присек и так далее. Но, вы по какой-то причине приприняли исследование свое. Это, пожалуй, первое, о чем я хочу вас спросить. Зачем и для чего вы приприняли исследование? Наверное, еще один вопрос будет такой. Как культурология связана с исследованием? И откуда вы узнали, что если у нее нет, значит, отца и братьев, то ничего не будет? То есть, вот, эта информация меня, конечно, ввела в состояние недоумения. Почему вы решили, что ничего не будет только потому, что у нее нет братьев и сестер? Ой, то есть, у нее нет братьев и сестер, и нет отца. Вот. Второе. Что именно вас задел в этой ситуации? То есть, ну, она объявилась, ну, не захотела терять своего мужчину. Значит, ну, поступила не очень красиво, не очень хорошо, что, в общем, понятно, да, потому что, видимо, там их связывало не только эмоциональные отношения, да, но и еще и что-то связанное с, может быть, выгодой какой-то. Ну, то есть, вот такая история была. И, естественно, она не хотела его терять. Вот. Почему вас эта ситуация задела? Чем вас эта ситуация задела? Ну, вы, может быть, боитесь остаться одна? Или, может быть, вы считаете себя ниже, ниже, чем, ну, семьи этой девушки и вашего молодого человека? То есть, в чем, грубо говоря, конкретно заключается ваша нервозность? Почему вы, скажем так, болезненно реагируете на то, что произошло? Может быть, вы не уверены в себе и подвергаете сомнению выбор своего молодого человека, боитесь, что он выберет ее, а не вас опять? Ведь я полагаю, что не за его родных вы переживаете, это такой вопрос. И следующее, о чем я хочу вас спросить, это то, почему вы не хотите, чтобы что-либо вносило дисгармонию в ваши отношения с молодым человеком. То есть, вы хотите такой идиллии некой вот понимаете ли вы, что идиллия, ну, или, можно сказать так, отношения, которые выстроены на идиллии, они очень хрупкие, эти отношения. И, по большому счету, именно их, именно их сложнее всего сохранить. то есть, вам, грубо говоря, нужен такой стресс, чтобы проверять себя, чтобы проверять молодого человека и так далее. и так далее. Но только при условии, если вы сами готовы к этому стрессу. стрессу то есть, если вы, грубо говоря, не считаете, что стресса вообще не должно быть у вас, но тогда это большой минус эволюции, развитию ваших отношений. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь вот стоит прояснить вот эти вот вопросы, обязательные, для того, чтобы вам помочь. Лучше помочь, точнее. А дальше идем, значит, так, значит, сейчас я отвечаю, просто она ему ответила так, мой молодой человек также был человек, я по образованию культуролог, так, значит, он действительно, ну вы, я очень переживаю по будущим наших отношений. то есть, вас волнует будущее ваших отношений ввиду всех перечисленных обстоятельств. Но как обстоятельства выше перечисленные отношения не совсем понятны. Знаете, вы переживаете из-за того, что вы боитесь потерять отношения. вы переживаете, потому что вы боитесь, что молодой человек от вас уйдет, например, что он вас бросан. Это простите вопрос неуверенности в себе и сверхмотивации с ним быть. что это? Почему возникает сверхмотивация быть человеком? Можно сказать, при детальном анализе ваших отношений, ну вообще отношений в целом. При детальном анализе можно сказать так пока. Понимаете, сказать можно весьма приблизительно, потому что вот вы говорите, что я переживаю, он мне очень нравится, я хочу быть с ним и не хочу, чтобы его бывшие своими звонками и упреками угрозами вносило дисгармонию в наши отношения. понимаете, Анастасия, вы как будто вот очень хотите быть с ним и воспринимаете бывшему как угрозу себе. Но в чем угроза? Если вы уверены в себе, если человек, ваш, мужчина, говорит, что перед вами у него обязательства, вы здесь можете спокойно быть, то ваша, так сказать, нервозность связана с чем-то иным, не с отношениями. Ваша нервозность связана с вашими желаниями, которые вы пытаетесь реализовать через своего молодого человека, к сожалению. например, может быть это может быть это потребность в любви, может быть это потребность в значимости, ну, вашей вот именно потребность вас в своей значимости. может быть что-то еще. То есть тут опять же нужно разбираться с тем, почему, как, вот. Но на мой взгляд однозначно здесь вот именно что-то связанное именно вот с этим аспектом. То есть ваша нервозность это именно вот ключевая проблематика здесь, неуверенная в себе. И она это неуверенная в себе, она будет проявляться и в дальнейшем. То есть дальше. она возможно будет вмешать вам в дальнейшем в вашей жизни, если вы не поменяете свое отношение к этому. Если вы не поменяете работать над твоей самооценкой, над своей уверенностью и так далее. Вот. Мне представляется это именно так. Вот именно такое можно дать вам ответ. То есть снять переживания можно чем угодно, начиная от например почему вы переживаете, а не занимаетесь своими делами, своими интересами, хобби, увлечениями, работой и так далее. То есть это тоже такой вопрос, довольно важный на мой взгляд. Вот. Но тем менее можно снять переживания поверхностно многими способами. Вот чтобы раскрыть глубины основы этого переживания. Здесь конечно требуется время и усилия. Вот. И мне кажется, что если вы захотите, то вы сможете. Вы сможете этого добиться. сделать так, чтобы это вас больше не привозило. Ну правда, еще раз повторяю, для этого нужно первоносновременно усилия и несколько консультаций с психологом. можете выбрать в себе любого эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним. на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!